Это очень универсальный вид домашнего хищника. Если у вас дома есть какие-то реальные проблемы с насекомыми, такими как комары или домашняя мошка, это растение съест их всех. Универсальные домашние хищники в цветочном горшке – явление для Оренбурга пока непривычное. Раньше такие растения можно было увидеть в школьном учебнике по биологии или на выставках. Интересно довольно, вживую никогда не видел этих растений, когда-то где-то видел, по телевизору только. Интересно, можно даже приобрести себе это и как-то дома завести, как питомца. Экзотические растения вполне приживутся в каждом доме. Уходы требуют специфического, но не особо сложного. Главное – подкармливать. Кормить мертвыми насекомыми это растение не получится, потому что если ловушка закрылась и внутри никто не продолжает рыгаться, то она открывается обратно. То есть, соответственно, чтобы она съела насекомое, оно должно внутри еще пошевелиться. Тем, кто даже к хищным растениям равнодушен, клуб любителей экзотики предлагает присмотреться к другим необычным питомцам. Кудрявый паук-птицеед. Его тяжело раздразнить. Питается вот кормовыми тараканами кубинскими. Живет он долго, лет 15. Это самка. Самец полтора года, плюс-минус. У нас есть также ящерицы, гекконы, пауки, некоторые виды тараканов. Хотим для города Оренбурга создать некий клуб, куда люди смогут прийти, посмотреть, проконсультироваться, потому что мы сейчас наблюдаем такой момент, что многие не знают о том, что есть змеи, что они в принципе, любые рептилии, большинство из них являются достаточно доступными по стоимости. И содержание их не настолько может быть сложным, насколько может это изначально показаться. В хобби-клубе ждут всех любителей экзотики. Тех, кто уже имел дело с необычными растениями и животными. И тех, кто только хочет завести себе домашнего монстрика.